Да, жуть какая. Это кадры очевидцев. Огромное черное облако повисло над правобережьем. Кажется, что огонь не остановить. Около полудня в частном секторе на судостроительной вспыхнули деревянные сараи. Перепуганные не на шутку жители соседних домов выбегали на улицу. Кто-то успел вынести вещи, кто-то схватил только документы. Я вышла уже вот так вот, потому что невозможно было огонь. Уже просто там лицо все сбивал. Прям сильно, да? Сильно, огонь стеной стоял, огонь сиртателем стеной стоял. Я слышала, тресла, слышла, но тут дорогу это делает. Думаю, ну-ну-ну, что-то тут ремонтируют, наверное. А тут слышу, женщины орут, орут. А потом уже закричали, окошко мне разбили, кричат пожар, выходите. Мне муж позвонил, сказал, что горят стайки. Я выбежала и буквально сразу же уже дом загорелся. Я здесь 20 лет уже живу и никаких проблем не было. Вообще никогда даже, блин, дровинка не загоралась. И тут вот такое. Всех жильцов из соседних домов успели эвакуировать. Никто не пострадал. Чего не скажешь о постройках. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на двухэтажку. Две квартиры сгорели, захватило пламя и кровлю. Еще одно здание неподалеку удалось отстоять. Общая площадь пожара – тысяча квадратных метров. Тушить было очень сложно. От тушения пожара, конечно же, осложняло наличие сухой застройки деревянной. Это сараи. В каждом сарае имелось значительное количество горючих веществ и материалов. В том числе, только по прибытию было слышно два взрыва баллонов, что способствовало развитию. Ну и, конечно, ветер, который в достаточной степени был, он, конечно, не сильный, но способствовал развитию пожара на всю площадь. Пожар локализовали только через два с половиной часа. На месте продолжают работать следователи, дознаватели. Им предстоит выяснить причину масштабного возгорания. Погорельцев, некоторые из которых потеряли имущество и жилье, поселили в пунктах временного размещения. Екатерина Павленко, Вячеслав Пласенко, Денис Тимошенко, Алексей Гусев. Ненесей. Новости.